Проигрыш наших врагов, которые обосновались в Кремле, составили правительство, все структуры так называемой власти очевиден. Этот провал вполне прорисовывается в пресс-конференции Владимира Путина, которого некоторые называют президентом, для меня это никакой не президент, самозванец, лидер, захвативший власть группировки, абсолютно нелегитимный и действующий абсолютно произвольно. Провал вполне очевиден, потому что ничего кроме лжи этот человек предложить не может, его выступление в духе «все хорошо, прекрасная маркиза», везде все хорошо, везде абсолютно, рост экономики, вышли на доковидный уровень, все это абсолютная ложь, абсолютная. Все эти проценты, вся статистика, это уже с приходом Путина статистика вообще обнулилась, нельзя верить ни одному слову, ни одной цифре, ничему вообще абсолютно. Про рост в 4,5% в течение года экономики, это он пусть своим домашним рассказывает, мы прекрасно видим, что к чему, если этот рост есть, то только в ценах. Вот цены выросли, только не на 4%, а гораздо больше, что жизнь подорожала или стала просто невозможной для многих людей, это абсолютно очевидно. Вранье про невероятные успехи в строительстве, сколько там миллионов, точно не запомнил. Да я и не смотрел, я только фрагменты этой пресс-конференции видел. Вот 20 миллионов квадратных метров, что-то там построили, давайте спросим, а кто купит все это, кто будет жить на этих квадратных метрах. Сколько стоит квадратный метр? Сколько? Это годовая зарплата среднего гражданина России со средними доходами. Кто будет? Ипотека, говорите, ипотека охватывает максимум 5% населения. Вот все, а остальные свыше этих 5% сколько может купить? 1%? Полпроцента? Вот все, то есть 95-94% граждан не в состоянии приобрести это жилье, никогда им владеть не будут. Так для кого? Для кого эти из 20 миллионов квадратных метров, я не знаю, 18 миллионов для кого? Вы для кого построили? Или это все ложь и ничего подобного нет и никогда не было? Провал, конечно, относится и ко всему тому, что я называю ковидобесием. В данном случае я должен сделать паузу для тех, кто смотрит YouTube, потому что YouTube тоже провалился. YouTube стал цензурируемым ресурсом и полностью подчинил себя задачам Всемирного еврейского конгресса. Это прямо и откровенно сказано, что весь контент, который не устраивает Всемирный еврейский конгресс, будет устранен. Все то, что вздумается кому-то там скрытому штабу объявлять экстремизмом, будет преследоваться самыми разными способами. Точно так же ровно преследуются и в Российской Федерации все, что вздумается какому-нибудь сумасшедшему следаку или прокурору, или уж самой грязи, раз грязи это судьям, объявить экстремизмом, то и будет объявлено экстремизмом. То есть бесстыдство, оно что там, что здесь, и это объединяет правительство Путина и вот эту закулису, которая жаждет уничтожения России, мечтает о том, чтобы русский народ не существовал, исчез из истории. Еще раз скажу специально для пользователей YouTube, переходите на другие ресурсы, здесь будет все уничтожено, вся правда здесь будет уничтожаться. Поэтому я пока пытаюсь работать в Бастионе, там есть какие-то обещания приличия соблюдать, но цензуры не вводить. Если у вас есть здравые суждения, то никто не вправе их уничтожать. Ну посмотрим, может быть и там, скорее всего и там тоже цензура будет введена, но нам надо пока пользоваться ситуацией, когда мы все-таки свободно можем распространять какую-то информацию. Была бы аудитория, ее ведь тоже, она ничтожна, у правды ничтожная аудитория. Вот эта катастрофа, которая уже относится к нам, к русскому народу прежде всего, мы сейчас больше всего озабочены именно этим, спасением русского народа от клеветы, от лжи, в котором по макушку уже провалился. Вы смотрите, постоянно смотрите сплошную ложь и в электронных ресурсах, и на телевидении, вы воспринимаете тотальную ложь. И даже если вы часть лжи отсеиваете и определяете как ложь и не принимаете за истину, то все-таки большая часть лжи входит вам в голову и остается там как вирус, как будто вам туда что-то впрыснули. Это прежде всего касается самых вредоносных идей 20 века, либералистических и коммунистических. Вы остаетесь в плену сталинизма, коммунизма, либерализма, либертарианства. Вам подаваясь свободные и честные выборы, нужна национальная диктатура. Вам подаваясь социальную справедливость, но справедливость никогда не бывает социальной, а если она социальная, значит она не справедливость. У вас нет понятия о справедливости, у вас нет понятия о чести, честности, достоинстве, аристократизме в конце концов. Где все это, что было присуще русским людям? Где все это? Вот наши поражения. Опять я здесь вынужден сделать цензурное исключение, поскольку YouTube уберет мой ролик, если я это скажу. Ну а далее для тех, кто будет слушать в бастионе, вся вот эта чиновничья комарилия во главе с Путиным, это конечно наши враги. Мы должны к ним и относиться как к врагам, как к оккупантам. Никогда не участвовать ни в каких их мероприятиях, ни в каких торжественных собраниях, куда бы вас ни приглашали. Ни в каких их выборах, все выборы это их. Не надо на Новый год участвовать в их мероприятиях, не надо ходить в Кремль на эту треклятую елку, это постыдно, это позорище. Это осквернение своих собственных детей, вы туда их ведете. Не надо ходить на Красную площадь. На прогулке вам развесили гирлянды, а вы развесили уши. К тому же пусть туда ходят, вот мигранты, это и есть их граждане, это их подданные, а мы нет. Вот они пусть и идут на Новый год туда, они уже привыкли ходить на Красную площадь, вот там тусоваться. Вот пусть это их граждане, пусть они туда ходят. А мы, русские люди и представители других коренных народов, не должны участвовать ни в чем, что затевает эта власть. Уклоняться от всего. И поверьте, они не смогут ничего внедрить в Россию, если мы будем стараться поддерживать друг друга и уклоняться от всего, что организуют они. Они организуют только то, что нам во вред. Ничего нам на пользу эти люди не делают. И пресс-конференция Путина это подтвердила, и полнейший альянс путиноидов с ютуберами, и взаимодействие Ютуб с Еврейским Конгрессом, и в полной синхронности действия вместе с правоискривителями Эрефии, говорит нам о том, что они направлены против нас, они провалятся, в этом нет никаких сомнений. Но важно нам не провалиться, потому что мы проваливаемся вот в ту ложь 20 века, из которой не выскреблись до сих пор. Мы как в болоте 20 века увязли, подавляющее большинство, еще раз говорю, даже люди, считающие себя русскими националистами, все равно грезят о какой-то демократии. И все равно считают, что надо вместе со всем остальным одураченным народом декларировать социальную справедливость. Этого не будет никогда, понимаете, этого не будет. Справедливым может быть политика справедливой, может быть у национального правительства. Нам надо добиваться реального, не фантазии, а какой-то невероятной социальности, которая всем раздаст, и всех накормит, и всех по головке погладит. Нам нужно национальное правительство, а оно уж будет вести справедливую политику, не социальную политику, а вообще политику. Будет учреждать справедливость, потому что в него войдут люди с пониманием того, что такое справедливость. Справедливость – это не равенство, не равенство, еще раз говорю. Только справедливое не равенство. Равенство может быть только в нищете. Вы его получили, вы его получаете от Путина. Равенство в нищете. Есть когорта сверхбогатеев, остальных всех они пытаются затолкать в состоянии нищеты. Если вы считаете, что вот те, кто вверхи, мы уничтожим и все будет замечательно, это не так. Надо уничтожить прежде всего в своей голове безумные мысли и стать вполне русскими людьми, русскими патриотами, русскими националистами, государственниками. Всех с Новым годом, слава Руси, Господи спаси. Субтитры создавал DimaTorzok